добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль citroen c-кроссер 2007 года выпуска полный привод 2.4 автомат вернее даже не автомат а вариатор на этом вариаторе мы сегодня заменим частично масло в коробке а также заменим фильтр теплообменника основной фильтр коробки менять не будем хозяин сказал что предыдущую замену масло меняли и фильтр фильтр он меняет через три замены поднимаем автомобиль сливаем масло и заливаем новое но перед этим открутим четыре болта крепления корпуса теплообменника и заменим фильтр теплообменника поднял автомобиль пробочку сливной откручиваем здесь что-то бежит понять не могу похоже моторное масло подлежал коренной видать отмыть хочу и это попробовать запах масла вообще непонятно коробка или двигатель обычно по запаху определяешь а здесь и цвет не пойми какой и запаха нет ставим тазик и откручиваем пробку пробка на 19 о затянули кто ж так и и затянул то вот похоже все-таки коробка бежит сальник коробки они двигателя масло такое хотя масло имеет запах а там нету запаха гадание сливаем масло масло у нас стекло пробочку я пока не закрываю откручиваем теплообменник вот здесь теплообменник находится вот это тот к нему шланги подходят мы сейчас откручиваем 4 болта м6 и отодвинем его там маленько масло побежит и я думаю что открыв канал масло еще с каналов сбежит в поддон маленько откручиваем болты 3 я открутил откручиваем 4 подбежала масло из поддона тоже побежала все все четыре болта я открутил вот он теплообменник у нас зашевелился отошел снимаем фильтр чтобы фильтр вытащить отводим теплообменник в сторону сейчас попробую поднять показать вот он фильтр видно под теплообменником поддеваем его он сидит на резиночке и вытаскиваем резинка осталась на месте поэтому нам надо ее вытащить вот такое резиновое кольцо берем новый фильтр фильтр оригинальный 2267 08 такой же фильтр идет и на митсубиси потому что та же самая митсубиси вот оно колечко берем и устанавливаем его на место легким надавливанием он встает в свое посадочное на резинке но помимо этого мы еще заменим колечко уплотнительное на корпусе теплообменника также использовать будем тоже citroen номер этого колечка 22 71 12 достаём его добираемся до старого кольца снимаем его из корпуса вот снял старое колечко спереди это удобно сделать защита снята спереди видно сейчас переставлю камеру покажу как есть спереди также вы поставим новой вот теплообменник видно берем устанавливаем новое кольцо внимательно проверяем чтобы оно стояло ровно иначе при установке может наперекос его зажать и будет подтек масла все резиночка у нас стоит ровненько теперь берем теплообменник пододвигаем на место и закручиваем болтики один болтик наживил наживляем второй и наживляем верхние все верхние болты я наживил подтянул теперь подтягиваем нижний в пределах разумного берем очиститель карбюратора и смываем вот этот подтеки масла подождаем 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 КОНЕЦ Заливаем масло, вытаскиваем щуп Здесь на щупе написано, какое масло используется Genoa CVTF J1 Посмотрим сейчас, что привезли Mitsubishi CVTF J1 А привезли Идемитсу Трансмиссионная CVTF На J1 Я здесь не вижу Nissan, Mitsubishi, Suzuki По характеристикам Оно подходит Хотя я бы лил оригинал Берем, заливаем Заливаем 4 литра, заводим и проверяем уровень Масло зеленое Здесь оригинального А, номер партии Наверное, вот это 10-118-042 Наверное, она Заливаем Так, масло залил Вытаскиваем воронку Заводим автомобиль И прогреваем его До 45 примерно градусов Чтоб в коробке было Так, что подхитры умолкнулся Автомобиль заводится Проверим на холодную А мало масла Надо еще добавлять Доливаем Доливаем Автомобиль у нас прогрелся Добавил я еще в общей сложности Литр масла Итого у нас ушло 5 И вот на горячую У нас посередине Между холодным И между горячим Сейчас температура Где-то получается Порядка 50 градусов На коробке На этом все Замену масла в вариаторе И масляного фильтра в теплообменнике Мы закончили Всего вам доброго